Всем привет! Это последняя серия нашего затянувшегося сериала с тестированием внедорожным тестированием УАЗ Патриот 2015 модельного года. Мы проехали довольно таки приличное расстояние по серьезному внедорожью и сейчас Сергей поделится своими впечатлениями вот этого автомобиля. В автомобиле практически стандартный. Кроме не стандартный, как люди проехали. Типа мы съездили, да? Ну что, миф развенчан. Все это никуда не годится. Все плохо. Видел я в рекламе, что это городской пижон. Ну разве может быть городской пижон таким, каким он представлен, вот в этом экземпляре. Плафон выпадает, стыки, все там что-то не совсем ровно. На холостых оборотах, вот я обратил внимание, там тых-тых-тых-тых, когда включается кондиционер, то есть холостые чуть падает, там у него тарахтение есть какое-то. То ли сцепление, то ли раздатка, то ли коробка, то ли все вместе. Что там еще? Ну то есть вот тут в двери я хотел показать, вот тоже все. Я вообще, честно говоря, расстроен вот этим вот. 2015 год, 2015 год, а вот он и не там. Брызговики, висящие на честном слове, вот. Как бы бампер понятно, хлипкий, все. Это можно рассказывать, ну я думаю, достаточно количество, достаточное количество времени. Кстати, я еще хочу сказать про раздатку, про электронное включение. Честно, мне и понравилось, и не понравилось, но я думаю, что не понравилось больше. Что-то, видимо, это привычка такая, что я привык к ручке. Ручка как бы, мне все понятно. А здесь вот особенно, когда 4L включать, что-то как-то немножечко это самое. Он два раза уже делал так, что горело 2L, 2H, 4L, а посередине 4WD чек. Вот и вперед, типа что-то пытался ехать назад, что-то там проворачивается. В общем, все это несерьезно. Вот. Так что, так что, так что это не городской пижон. Вот это вот, настоящий внедорожник, потому что, потому что, вот он сегодня был, вот именно вот этот экземпляр был сегодня там, где я думаю, в принципе, он в своей жизни больше может быть даже никогда не будет. Да, мы ширкались мостами там, чуть бак может быть где-то не это самое, не пробили там, кое-что загнули здесь, но загнули стоечку стабилизатора, вот здесь приземлились, но реально там он возможно никогда не будет. Это слишком жестко для него. Но если надо, он проедет там. При определенных навыках, при желании можно проехать с минимальным ущербом. Я так считаю. Вот. По поводу тюнинга я бы хотел сказать, на мой взгляд, на наш взгляд, саней, что этому автомобилю не хватает. И что бы я сделал? Я бы уже сделал, только поставил бы только лебедку. Никакой силовой, даже бампер бы не ставил. Ну это все просто уже начинается. Силовой бампер, утяжеление, усиление, потом ну что пружины слабые, потом ну все это понеслось. Не. Вот такой автомобиль никаких блокировок бы. Ну кто хочет, пусть тот и ставит. Ну просто вот я уже поездив всяко-всяко, и сейчас в данном, еще повторю, кто не знает, у нас есть автомобиль, который на сороковых колесах, вот на таких вот. Так вот, я бы такой, на такой аппарат бы поставил только лебедку. И стандартный вот размер шин 245, ну он чуть больше, там буквально на дюйм разница, там по-моему, вот по сравнению со стандартными же колесами, больше бы я не делал ничего. Ну понятно, что защита бензобаков нужна, понятно, что там что-то еще бы надо бы, все. Но это все опять начинается, ну как бы я, например, не побоюсь этого слова, я скажу, что я это все прошел. И покуда мне тема внедорожная нравится, еще вот это 4 на 4, и я даже, почему вот этот патриот у нас, то есть и как бы я подумал, что если я в какое-то ближайшее время продам патриот, который находится сейчас в моем владении, что ли сказать правильно, как, которым я сейчас владею, я вот что-то как-то вот хочу приобрести, например, такой аппарат за скромные, в принципе, деньги. Вот и хотелось попробовать, как он едет. А едет он замечательно, не хватает только лебедки. Я не ехал пассажирам на бездорожье, но по поводу ручки. Все-таки без ручки очень неудобно, но надо было хотя бы сделать на стойке ручку, как, кстати, на крузаках или как. Ну, неудобно, не знаю. Такое ощущение, что вот, Саня, это ты должен, кстати, сказать, удобно тебе было неудобно, но у меня подозрение такое, что это очень неудобно. Дворники упразднили, вот я сегодня ехал как-то, очень интересно, не знаю, у меня на Нексте, на Газели есть, то есть часто с прерывистой, с увеличением, увеличением или уменьшением интервала. Здесь этого нет, может быть, есть, Саня, я не знаю, мы опять лоханемся сейчас. Кстати, мы не поняли, как складываются зеркала в начале, но потом еле-еле, но разобрались, очень интересно, то есть они не просто, прям их надо чуть-чуть в бок. Вообще, с шайтаном она. Я хотел сказать вот что, я не буду здесь показывать, как там работают, не знаю, там, магнитола, что она может, как сиденья складываются, туда-сюда, там, какой-то, не знаю, там, двигатель, сколько лошадей, какой у них, все это, в интернете этого очень много, все уже все показали, как и что там у него складывается, или что не складывается, где что, места у него много, мало, как работает кондиционер, вообще, что он может, там, какие глюки бывают. Кондиционер работает. Да, кондиционер работает, да. Я просто хочу сказать, что по сравнению с УАЗиком, не знаю, там, который рос до сороковых тапок на всяких блокировках, там, на даках ездил, на квайфах, сейчас блокспорт спереди, блокспорт сзади, усиленные, там, привода, там, не знаю, мосты теперь усиленные, потом покажем вам, как тут у нас усиливают в Челябинске мосты, спайсера от расчелкования, вот, то есть, вот этот вот экземпляр, очень, то есть, покупил, пошел в магазин, купил машину в магазине, ну, даже если нет лебедки, а есть, как бы, какие-то навыки, голова на плечах, то на нем можно уехать очень далеко и приехать обратно, что самое немаловажно. Мне понравилось. Не, на самом деле, я считаю, что я, как бы, ну, искренне говорю, на самом деле, вот эти все недочеты, вот это мне не нравится, блин, как бы, Саня соберет, я, кстати, ну, я уже сказал, что я реально вот этими вещами разочарован, я даже, я бы даже скажу больше, более того, я вообще, ну, малость в шоке. От того, что пятнадцатый год на дворе, а у меня, не знаю, ну, у меня, конечно, другой там салон шестого года машина, у меня там сверху фонари не выпадает, ну, болтики также вываливались, я находил на ковриках болтики, ну, не знаю, машина ездит до сих пор и ничего там не произошло, видимо, лишние запчасти, ну, у нас так бывает, у нас на конвейере много лишних запчастей, поэтому их складывают бонусом в автомобиле, в наши, в российские, и покупателям отправляют, но это несерьезно, конечно, вот это все, вот эти выпадающие в плафон освещения салона, там, не знаю, ну, стыки, все это, это все некрасиво, но на проходимость не влияет. Так что мой вердикт, никакой это не пижон городской, это так, чуть-чуть приукрасили, это нормальный такой внедорожник, ну, потому что для пижона он еще не дорос, там отвалилось, тут болтик отпал, там еще что-то, там еще что-то, ну, какой это городской пижон, это вообще, это не пижон городской, это вот в лесу, нормально едешь и все нормально, ничего не отваливается, все прекрасно, в общем, еще раз скажу, если бы я, а может быть, я когда-нибудь приобрету, вот такой вот, поставлю на него лебедку, это будет в приоритете, может быть, не сразу, но я поставлю лебедку и без блокировок, без ничего и проеду туда, куда мне надо, вот проеду, будьте уверены, туда, куда мне надо, я на нем проеду. В заключение, в заключение, скажем, о том, как бы, ну, это уже, само собой, уже разумеется, что по трассе этот стандартный автомобиль едет гораздо интереснее, комфортнее, ну, и в итоге безопаснее, чем, ну, сравнивать буду со своим, на сороковых колесах, вот, то есть там уже, ну, все переделано, делано, делано, переделано, здесь, ну, просто, как бы, я вот, вообще, разница ощутимая, потому что я говорю, что колеса очень большие стоят у нас, там все, главные пары, другие все, ну, машина большая, вот, то есть тут, как бы, доехать до этого самого бездорожья, с таким комфортом, ну, я не знаю, как грузы, я не знаю, как там, Туареги, я не знаю, там, Ниссан, там, Патрули, там, новые, как там, вот это все, я на них ездил, Хаммер, там, третий, второй, я не знаю, ну, наверное, они лучше, ну, естественно, у них двигателя мощнее, лучше, современнее, может быть, но разговор сейчас не об этом, ну, в целом, конечно, автомобиль, да, все, он понравился, правда, честно, как бы, если, реально нужен такой автомобиль, он нужен для чего, я считаю, не по городу ездить, вот, каждый день по городу, там, не знаю, всю жизнь по городу ездить, мне не нужен такой автомобиль, вот, а так, чтобы выехать и проехать, доехать, ну, до каких-то таких мест труднодоступных, красивых, не знаю, однозначно можно, однозначно, можно и без больших, я считаю, каких-то материальных вложений и последствий, то есть, крепкая машина, все-таки, Саня, я не знаю, что-то я наговорил, наговорил там, ну, блин, нас две не убирать, аху-си-и 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 аху-си-i аху-си-и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok